Дорогие мастера, лучи Божественного Света, излучаемые через мироздание великими архангелами, не только содержат все охватывающие атрибуты нашего Бога Отца, Матери, но и их мысли и эмоции любви и мудрости, которые постоянно излучаются через все мироздание. Тем не менее, обязанность каждого человека состоит в том, чтобы быть восприимчивым к этому дару живого света, интегрируя его в себя, насколько возможно, и потом часть его передавать человечеству. И десятину любви, света и благодарности возвращать источнику всего. Универсальные законные гласят, что должно прийти время, когда все сознательные души начнут возвращать часть Божественных даров любви, жизни, которыми были наделены. Это называется законом отзывчивого возвращения. Когда вы активно делитесь своей частью адамантовых частиц во время молитв, афирмаций, медитацию через мировую пирамиду, вы выполняете свой долг перед нашими Божественными Родителями. Как активные и заботливые сотворцы. Это наивысшая и самая эффективная форма Десятины. Важно делиться своим земным богатством, но еще важнее делиться своей любящей энергией, дарами и талантами Духа. Священное белое космическое пламя, адамантовые частицы, намагничивающие вас как пробужденного мастера самого себя, должны постоянно циркулировать. Только определенное количество, то, что на существующем уровне просветления может быть интегрировано каждой душой, остается внутри физического сосуда. Остаток должен и случиться в мир форм. Высший Творец состоит из бесконечной, не поддающейся описанию сущности силы, которая настолько подавляюща, что вы даже не можете ее представить. Эта поразительная сущность и силы понижается с каждым измерением мироздания, чтобы вы, звездное семя, сотворцы могли востребовать свою часть этой великолепной энергии. Каждый человек содержит сотни потенциальных личных черт, которые сохранены внутри генетической структуры его четырех физических систем – физической, ментальной, эмоциональной, эфирной. Каждый человек должен определить, какие личные черты он разовьет и предоставит внешнему миру. Чем быстрее вы нейтрализуете или гармонизируете свои отрицательные личные черты, тем быстрее появится ваш благочестивый потенциал или ваше самомастерство. Только тогда вы снова получите доступ к своему полному потенциалу как сотворец внутри физических планов бытия. Когда вы достигнете определенного уровня внутренней гармонии, вы откроете врата физического тела или порталы к высшим измерениям, чакре вознесения или продолговатому мозгу в основании черепа, заднему порталу вашего священного сердца, вашему священному разуму, расположенному в верхней задней части мозга, и открытию коронной чакры вашей колонны света. Это главные физические шаги на пути вознесения, поскольку они очищают и расширяют вашу связь с рекой жизни, которая содержит живые частицы света мироздания, называемые адамантовыми частицами. В этот момент вы начнете строить силовое поле полного спектра света для этой субвселенной, поскольку вы стремитесь стать мастерами самих себя и сознательными сотворцами, создающими только то, что направлено на всеобщее благо. С этого момента ваши дыхательные упражнения и афирмации принимают совершенно иное значение. Чтобы стать живым притоком реки жизни, вы должны подготовить себя к тому, чтобы позволить сущности жизни течь в вас и через вас. Вы должны использовать все необходимое, позволив оставшейся части струиться дальше, быть готовыми и способными использовать ее в поразительных творениях нового божественного проекта. Таким образом, вы станете носителями и служителями света. Это сообщение, итог всего обучения, которое мы давали в предыдущие годы. В этом цель самосовершенствования. Это путь вознесения. Священная Троица – инструмент, посредством которого работает семенной божественный атом. Так душа работает через личность на земном плане. Каузальное тело является инструментом высшего сознания души на седьмом подуровне четвертого измерения. Каузальное тело – это духовное тело фрагментов души божественного семенного атома. Оно является посредником между духом и материей, жизнью и формой. Три космических шнура света. Внутри вашего божественного семенного атома существуют три космических золотых шнура света, которые струятся через многие священные триады в ваше четырехмерное каузальное тело, и затем опускаются в вашу сверхдушу, высшее в физическом сосуде. Эти три шнура – энергетический шнур жизненной силы, шнур сознания и творческий шнур. Один. Дыхание духа слеж жизни слеж проводник энергии, содержащий две нити радужного света, первая якоря в звезде души, сверхдуши, высшем Я. Одна из этих двух нитей энергии жизни – золотой шнур, заякорен внутри божественного семенного атома в шишковидной железе, другая – серебряный шнур, заякорен в алмазном центре божественной клетки внутри священного сердца. Этот важный шнур жизни использует кровеносную систему в качестве основного распространяющего средства. Два. Шнур сознания соединяется с вашей сверхдушой, высшим Я в вашей чакре звезды души, и затем закрепляется внутри шишковидной железы, находящейся в мозге. Три. Творческий шнур соединяется с правым полушарием мозга высшего интуитивного ума и вдохновения и со священным разумом. Некоторые основные постоянные семенные атомы внутри физического сосуда. Один. Первый луч – ментальный семенной атом внутри шишковидной железы. Два. Второй луч – сердечно-семенной атом внутри священного сердца. Три. Третий луч – астральный семенной атом внутри солнечного сплетения. Четыре. Семенной атом корневой чакры, содержащий запас адамантовых частиц света. Пять. Второй семенной атом внутри корневой чакры, содержащий ваш божественный проект для зарождающейся эпохи Водолея. Высшая мудрость и утонченная энергия, необходимые для пересечения под уровней третьего и четвертого измерений, поставляются свойствами и качествами трех божественных лучей и более совершенной сверхдушой. Высшим Я – это жизненная энергия поступает через шнур тройной жизни, света в личную колонну света человека, энергия жизненной силы, осознанное знание, творчество. Поскольку человек постепенно пробуждается, подталкиваемый душой и Высшим Я, он начинает искать высшую мудрость. При этом активируются шнуры сознания и творчества, и жизненно важные частоты самосовершенствования и вознесения начинают поступать в физический сосуд. В конечном итоге, более высокочастотные вибрационные патерны начинают излучаться божественным семенным атомом через реку жизни колонны света – Антахарану, в звезду души, а затем непосредственно в шишковидную железу и гипофиз, а также в священный разум и священное сердце. Физический ум, управляемый ранее личностью эго-тела желания, становится подконтрольным более высокочастотному сознанию Я-души. Каждая священная троица уменьшает свой коэффициент света, опускаясь в пустоту и плотность мироздания. В начале этапа пятимерного сознания, наиболее плотного первого подуровня, инициируется сосредоточение на ментальном теле и происходит интеграция Божественной воли. Определенные эволюционные законы действуют на каждом суплане, а также на каждом полном плане сознания. Каждая священная, духовная троица содержит сущность трех Божественных лучей для этой субвселенной Божественной воли любви, интуиции и интеллектуального действия. Законы Духа Пятого измерения предписывают обучение владению энергией в физическом, материальном мире. Используя три Божественных луча своего Божественного семенного атома посредством священной троицы первого подуровня Пятого измерения, при этом происходит постепенная настройка. Также жизненно важно научиться оставаться сосредоточенными в неподвижной точке бесконечности, в моменты сейчас Божественной силы. Аспект троицы третьего и четвертого измерений – тело, разум, дух – становится более усовершенствованной дуальностью, наполненной душой и личностью, полностью сознательной душой на физическом плане. С этого момента, наполненная душой личность непосредственно связана с Пятым измерением, начальным уровнем священной троицы, которая, в свою очередь, связана со всеми высокочастотными священными троицами всей Мультивселенной. После завершения этого этапа эволюции больше не будет сверхдуши, Высшего Я внутри третьего и четвертого измерений. Голова – священная троица и воля слеж цель. Сердце – душа – мудрость, интуиция. Солнечное сплетение – наполненная душой личность. Это происходит после того, как тело желания эго возвращается к своей роли служения души, так, чтобы оно могло быть включено в центр солнечной энергии. Основная цель души состоит в том, чтобы подготовить физический сосуд своего хозяина к интеграции достаточного количества света Творца для повышения частоты с уровня третьего, четвертого измерения до базового пятимерного уровня. В этот момент физический сосуд наполняется душой или становится уполномоченной душой внутри сосуда. Претендент больше не просто человеческое существо, поддерживающий душу. Каждый человек становится похож миниатюрный водоворот в океане динамической и циркулирующей энергии Творца. Священная троица – это выражение вашего божественного семенного атома. Семенной атом души – это выражение, аспект священной троицы. Личность – это выражение души. Вы пересекаете под уровни пятого измерения, где внутри каждого из семи под уровней пребывает священная троица, которая при опускании вниз уменьшается в размере и силе света. Все священные троицы посланы непосредственно из сердца центра вашего божественного семенного атома, и они были размещены на каждом суп уровне и во всех измерениях, вплоть до самого нижнего, первого суплана пятого измерения. Как человеческие существа, дух-душа-физическое тело, вы наполнены желанием творить, целеустремленностью, инстинктивной мотивацией и сложной природой. Каждый человек имеет свое собственное настроение, желание, качество, унаследованные проблемы и запреты, поскольку каждое воплощение – это сумма основных аспектов тысяч жизненных событий человека. Пока интеграция души не завершена, она выражается через личность. В это время я душа сверх света личности выражается непосредственно через нее. Ваша планета сейчас непосредственно включена в сердце центр великого центрального солнца внутри галактики Млечный Путь. Новые космические волны света Творца – великий дар пробужденным душам планеты Земля. Хотя эти совершенные, высокочастотные лучи не излучаются непосредственно на низшие уровни третьего и четвертого измерений, частоты преобразования света будут постепенно проникать на Землю и касаться всего и всех на ней. В результате выравнивания с галактическим центром и настройкой на великое центральное солнце галактики, Земля находится в процессе повышения частотных паттернов, своей песни души, так она может вернуться к своему статусу священной планеты. Эта субвселенная также модернизирует вибрационные частоты в результате бомбардировки адамантовыми частицами света Творца через нашего всеобщего Бога-Мать, Отца. Дорогие, происходящий сейчас процесс называют вдохом творения. Новый, мощный и всеобъемлющий глаз трубы зазвучал на вашей планете, и миллионы снова вышли вперед в ответ на этот призыв. Мы собираем наши силы, неотъемлемой частью которых вы являетесь, поскольку идет подготовка к расширению мироздания в великую пустоту. Сияние Создателя теперь жизнеспособно и активно в вашей галактике, солнечной системе и на планете Земля, и вы можете впитать этой совершенной любви, света столько, сколько сможет поддержать ваше физическое тело. Пока вы используете все полученное вами для всеобщего блага, попросите и мы поможем каждому вашему усилию. Призовите нас, и мы поддержим вашу храбрость и облегчим ваше бремя. Знайте, что впереди вас ждут яркие дни, поскольку вы идете по пути, по которому перед вами прошли мастера. Мы осыпаем вас сиянием нашего Бога Отца, Матери. Архангел Михаил